Белорусский российский клуб главных редакторов и экспертов «Беларусь сегодня», а также сообщество «Друзья Сябры», «Радио Говорит Москва», Высшая школа телевидения МГУ имени Ломоносова, телерадиовещательная организация Союзного государства. Не столько о достижениях, сколько о проблемах, которые существуют в наших двусторонних отношениях и о путях их преодоления. Откровенно журналисты беседуют с собой о положении в мире, в Европе, которые делятся собственными мнениями, и далеко не всегда эти мнения, хотя мы коллеги, хотя мы партнеры, представляем СМИ дружеских стран, не всегда эти мнения совпадают, потому что международная ситуация в последнее время развивается очень стремительно и ставит в тупик не только журналистов, но и политиков, ведущих стран мира. Поэтому диалог этот очень полезен. Встречу в Гомеле посвятили 110-летию уроженца Гомельской области Андрея Громыка, возглавлявшего советскую дипломатию 28 лет. В свое время был подготовлен сценарий биографического художественного фильма об Андрея Громыка. Однако по каким-то причинам его положили под сукно. Участники клуба главных редакторов и экспертов соглашаются. К этой теме нужно вернуться вновь. Такой фильм сегодня действительно нужен. Его мировоззрению война, насилие было противно. Поэтому он всю жизнь делал все для того, чтобы не допустить и минимизировать возможность войн. И, безусловно, вся его деятельность по созданию вместе с дипломатами из США, Великобритании и других стран, всей архитектуры глобальной стабильности, системы контроля над вооружениями, им двигало не только профессионализм, и здравый смысл, но вот как бы все воспитание, впечатление его детства. Продолжение разговора во время мастер-класса ведущих белорусских и российских журналистов, членов клуба главных редакторов для региональной прессы Гомельской области. Как привлечь подписчиков и зрителей? На какую аудиторию должны ориентироваться телевизионные каналы? Как часто нужно проводить маркетинговые исследования? И, пожалуй, самая горячая тема – будущее печатных изданий. Электронные мультимедийные следа, она будет, безусловно, доминирующей. Раз, второе, безусловно, для эстетов останутся бумажные версии изданий. Когда я езжу, естественно, по России, летаю, я неизбежно пытаюсь либо вишу, либо пытаюсь хотя бы пролистать эту региональную прессу. С залечащими исключениями удовольствия мне это не доставляет. Может быть, у вас иначе, хотя, по-моему, не очень иначе, но может быть, у вас иначе. Всех подробностей заседания участники клуба главных редакторов и экспертов не раскрывают, но констатируют – оно было результативным и полезным для всех. Такие встречи решено проводить и дальше. Вырабатывать единые подходы к освещению действительно актуальных проблем полезно в любом случае. До тех пор, пока мы находимся на переговорной площадке, любые контакты, которые есть между нами, это самое главное, самое важное, то, что нужно ценить. Как только мы закрываем дверь, переговорная площадка закрыта, значит, что тогда уже надежд на достижение результата не будет. Мне кажется, что сегодня все вышли такие одухотворенные и с хорошим настроением, именно потому, что есть очень большая возможность для дальнейших переговоров практически в любом направлении, которое мы сегодня обсуждали, и во внешнем волне политики. А самое главное, то, что нас слышат, мы слышим эти ответы и стараемся наносить эти ответы до наших читателей и до наших журналистов. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели.